Поселок энергетиков тонет просто в кромешной тьме. Сюда к себе призываем, зазываем. День пожилого человека. Душа голубой, Федя делает разноцветный. Ребятки, всем привет! Привет! Мы наконец-то собрались. И наше ежегодное путешествие, оно все-таки состоится. Когда вы будете смотреть это видео, мы уже будем не в Сибири. Ну и открываю некоторые секреты. Куда мы, что мы, зачем мы. И вообще в этом видео, как у нас тут, что происходило, как подготовочка у нас была к отъезду. Небольшие сюжетики. Давайте посмотрите. Конец сентября у нас очень тепло. О, вторая половина, еще не конец, но вторая половина сентября. Очень тепло на улице, плюс 20 где-то. По поводу поездки, куда мы едем. Друзья, конечно же, это Абхазия. Конечно же, без Абхазии я уже слабо себе представляю свою зиму, ну, либо осень позднюю. Едем в Абхазию. Но на этот раз у нас не просто смена климата. В своем телеграм-канале я уже об этом писала. Кстати, кто еще не там, заходите обязательно. Там у меня вперед появляется вся информация. Где мы, что мы, куда мы. Вот. И не просто смена климата. Ежегодная уже в течение трех, ну, четвертый год получается, да, с какого там, с 20-го года мы, ой, с 19-го года мы ездим. Федя как заболел диабетом, и мы вот сначала метались туда-сюда, в непонимании вообще, как с этим жить дальше. Ну, а потом, в общем-то, вошли во вкус, а зимой находиться в теплых краях, ему там значительно лучше, нет перепадов температуры день-ночь, резких, больших перепадов нет. Вот. И он себя чувствует получше. Собственно, по этой причине мы и ездили. В этом году, опять же, кто у меня в телеграм-канале уже знает, что потихоньку, медленно, но верно, я возвращаюсь к своей работе, чем я занимаюсь уже много-много лет. Это фотография. Вот. После рождения Федора я тоже работала. Но когда он заболел, конечно же, уже было не до работы совсем. Большой перерыв был. Ну, сама что-то так снимала, своих снимала для себя там и так далее. Ну, поддерживала свои знания какими-то мастер-классами, обучающими. Всё равно, потому что это моё любимое занятие, мне это нравится. Вот. И сейчас я потихоньку к этому возвращаюсь. И у нас в Абхазии намечены уже некоторые фотосессии, фототуры, даже поездки, фотопоездки на джипах, джипинг. В телеграм-канале у нас... В телеграме есть ещё у меня чат по Абхазии, где мы общаемся на тему Абхазии, отдыха там. Помогаем друг другу, советуем, общаемся, делимся впечатлениями. Вот. И в этом чате все ссылочки я оставлю к этому видео в описании и в закреплённом комментарии. И в этот раз наметила просто дружескую встречу в новом Афоне, где именно, когда, какого числа и во сколько это будет. Ну, это бесплатная встреча просто для моих подписчиков, чтобы не было так, как было прошлой зимой. Люди ходили, меня по Афону высматривали. Вот. Неудобно так об этом говорить, но, тем не менее, так оно и было. Ходили, искали, где я живу, находили этот дом, звали там меня. Там, Женя, выходи, поговорим, твои подписчики. Вот. Ну, в общем-то, я так понимаю, что, наверное, многим из моих зрителей, кто, тем более, бывает в Абхазии, интересно со мной пообщаться. Может быть, сфотаться, может быть, просто даже посмотреть на меня, как на это, как на музейный экспонат. Вот. Ну, в общем-то, я не против. Ну, немножко сейчас хочу это так уже организованно сделать, чтобы встречу такую, да, и встретимся, кофе попьём, посидим в кафе, пообщаемся, пофотаемся, пообнимаемся. Так что заходите в телеграм-чат Абхазский, заходите в мой телеграм-канал. Если будете после 20-х, ну, конец сентября, если будете там в Абхазии, то можно будет, конечно, и встретиться. Ну, и плюс у нас интересные поездки, джиппинга, уже у нас люди записываются, уже есть желающие. И есть ещё возможность присоединиться. Если одна машина у нас, вот, на одну поездку уже очень интересную на Восточную Абхазию, Ткварчала, Кармара, город Призорок, Бедия, на Бедию заедем, водопады заедем. Вот туда, это 30-го числа будет, туда у нас уже одна машина набрана, но есть возможность подключить ещё одну или две машины, поэтому... Поэтому в личку мне в телеграм можно будет написать, записаться. Также фототуры будут на Рицу, фототуры будут в царское село Анухва. Очень красивые места, интересные. Заходите и, ну, смотрите это видео, смотрите до конца, кто посмотрел до конца и написал комментарий, поставил класс, конечно же, большой плюс в карму. Всё, ребятки, всех обняла, увидимся в Абхазии. Пока-пока. Сразу скажу, всё равно будете спрашивать, забыла озвучить этот момент, с кем остаются еноты, с кем остаётся кошка моя, где мы будем жить в Абхазии. Я сейчас на эти вопросы расскажу в двух словах. В общем, на енотах остаётся человек, кормить, ухаживать. Люди же есть, хорошие, добрые люди, адекватные есть. Ну, и как и в прошлые разы, в принципе, здесь за ними смотрели и всё было нормально. Вот, на этот Новый год, Светлана Валентиновна у нас тут остается в видео, дальше вы посмотрите нашу с ней беседу, что мы с ней тут запланировали, грандиозное. Сколько мы будем в поездке, точно сказать не могу, потому что всё меняется очень быстро. Ну, примерно, конечно, билеты уже все взяты, и туда, и обратно. Вот, но по возвращению сюда здесь мы будем недолго, и потом, скорее всего, опять уедем. Вот, а с Абхазией у нас ещё в планах посетить Армению, друзья, Армению. Это вообще тоже, это моя мечта. Очень давно я хотела посмотреть Ереван. Очень мне хочется, немножко даже по-армянски я могу разговаривать. О, понимать, понимать, понимаю больше, чем говорю, конечно же. Вот, но, в общем, да, где жить будем в Армении, ещё пока не знаю, ещё жильё не смотрела. Кстати, где в Абхазии будем жить, тоже ещё не знаю. В Абхазии на улице в любом случае остаться сложно, потому что очень много там всего сдаётся, тем более сейчас сезон закончился. Вот, поэтому я думаю, что всё будет хорошо, на пляже ночевать мы не будем с Фёдором. Что ещё не сказала? Не сказала ещё про квартиру, да? В квартире у меня кошка моя остаётся, Лулу. С енотами чёрный кот остаётся тоже. Вот. В квартире моя кошка веслоухая остаётся. Квартиру я не сдала хозяйке, хозяевам. Вот, я её проплачиваю, там будет жить кошка. И хозяйка очень хорошая, хороший, добрый человек. Вот она, конечно же, ну, она сделала мне скидку за те месяца, которые, вот, что нам, что нас не будет, что мы жить не будем. Но и согласилась ходить, там, ну, сколько-то, два раза в неделю, три раза в неделю, не знаю. По необходимости кошку кормить, там, поить, лоток менять. Вот, в общем, везде всё нормально будет, переживать не нужно. Как вы переживаете за животных, вот, и вообще за какие-то такие моменты, мне так интересно. Вот, за меня никто никогда так не переживал. Вот. А остальные, кстати, да, кстати, про остальных животных. Друзья, ситуация такая, что каждый год я беру, покупаю животных, каких-то кроликов, там, кроликов, козочек, курочек и прочее, да. Да, вот, ну, в этом году, там, птицы большие, индюки были, и много кого было, вы видели сами. Вот. А осенью я это всё, ну, либо раздаю бесплатно, либо там за символическую цену продаю. То есть, зимой содержать у меня нет условий животных, да, у меня для зимы только хорошие условия для енотов. Вот. А остальную живность, это один момент. А второй момент, конечно же, мне просто хочется, когда вот в сезон в летний у нас гости к енотам приходят, многие люди живут в квартирах, и они, дети, да и взрослые, даже многие не видели, вот, даже элементарно, птицу, да, какой-то курей этих, да. То есть, у меня люди даже курочек вот брали на руки, фотались с ними. Ой, про козочек я вообще ничего не говорю. Вы знаете, вот, и когда человек видит вот эту животинку, берёт её на руки или гладит, а улыбки вот эти на лицах, улыбки, светящиеся глаза радостные, вы знаете, ну, настолько это дорого, и, ну, это просто бесценно, это просто бесценно, и хочется людям, ну, дарить что-то, радость, позитив какой-то. Да, поэтому на летний сезон, ну, вот, на то, что я могу, я, то, что я могу осилить, да, летом я могу осилить какую-то вот живность, да, я беру. А потом она осенью уезжает просто, ну, выгоды с этого, конечно, никакой, можно сказать, я не имею. Даже, даже я бы сказала, я в убытках морских свинок очень много, да, я весной закупила, там просто их было, вот. Потом за раз в 10 дешевле, чем я их покупала, я их просто за копейки все вот к осени распределила, да, с остальными животными также. Но, как бы, все равно, все равно меня это радует, меня радует то, что наших гостей мы можем чем-то порадовать, что-то хорошее в этот мир внести. Может быть, он станет немножко добрее, что ли, не знаю. Такая вот история, друзья, с животными, с теми, кто у нас на постоянной основе живет, это еноты и кошки. И без них нам вообще никак никуда, вот, у них есть условия, а остальные у нас прибывают на лето, на сезон, а потом отбывают в другие дома. Не-не-не-не-не-не-не-не. Ну все, девочки, ложись на операцию. Открываю вам все свои секреты, а то бы ботокс, ботокс. Какой ботокс, это просто будут витамины. Да? Да. Короче, сейчас замораживающий крем получается. 10 минут. Паню, не ходим? Нет. Не красимся. Девочки, красота страшная сила, но она спасет мир. Это были витамины подкожно. Кто-то голову потерял. Это не кожа. Нет, это кто-то потерял. Это памятник. Памятник? Да. Чей-то умной голове? Нет. Ребятки, возвращаемся. Редко ездим по темноте. Но вот сегодня так получилось. Еду по черемушкам. Слушайте, я вообще в шоке. Не один фонарь. А, вон там где-то один возле этого же. Какая? Или как он там сейчас называется? Горит один фонарь. Вообще ничего не горит. В потюнке, как я и не знаю, как в тайге реально. Нет, ну это тайга, конечно. Но она жила и должна быть хоть маленькая. Люди живут здесь, капец. Вообще, как время 7 часов уже темно и вообще ничего не горит. Удивительные дела творятся. Саяна Шушинская ГЭС. Республика Хакасия. Поселок энергетиков. Тонет, тонет просто в кромешной тьме. О, еще один фонарь. Просто на вес золота. Фонарь. Делаем декор с Федей. Поближе, иди, покажите. Пришли вот такие основы, гребешочки. Вот сейчас мы их украшаем. Будет еще голубой. Федя делает одноцветный. Вот мой. Странный. Вот еще. Ну, и льется же вода. Ты зачем-то делаешь? Все, нету, все. Все кончилось. Все кончилось. На, вот, на. Афиг. Разрушители. Тызвы. Это рецепт. Я скуби. Афиг. Ха-ха. Я скуби-я. Скуби-я. Надо посчитать. Слепок держится. Угу. Вообще. Это стоп. Не, не, не. Если тебе, ну, конечно, пожалуйста, все остальное. Все. Деньги не приглашают. Вот. Да, 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 давайте считать. Давайте считать. Что такое? Не трогать меня? Деньги не приглашают. Первого октября что будет у вас? День пожилого человека. Ну что, мы тогда решили горку будем здесь делать, да? Ну да, горку будем здесь делать. Горку здесь, здесь гаражная ликвидация будет. Ребятки, в двух словах, у нас тут на зиму планируется резиденция Деда Мороза, северная, сибирская. Какая? Сибирская. Сибирская, сибирская, еще названием определимся. Да, да. Будет у нас тут Дед Мороз неделю, наверное, да, жить. И ходим примерно сейчас вот смотрим, планируем. Будет горячие пирожки и чай в зиму. Да, елка большая будет. Ну, фишка еноты, конечно, еноты, конечно, у нас останутся. И живые, может, и каких-то таких еще, может, еще аниматор в еноты нарядим, да? В общем, в группе ВКонтакте, еноты, сизая, будет вообще вся информация. Мы уезжаем в этот лаз не на всю зиму, поэтому вернемся и будем здесь в конце ноября, наверное, в начале декабря вернемся. Встречать Новый год. В Сибири. Вдать гостей. Дед Мороз будет подарки. Идей много у Светланы Валентиновны. Хочется, чтобы люди зимой отдохнули вместе с детьми, порадовались. В СИЗОе у нас этого нет и не было. Поэтому хотим попробовать первый раз, чтобы была резиденция Деда Мороза. Место самое подходящее, да? В городах есть, а у нас мы как же не можем отстать, поэтому... Так и не только деревенские же поедут. Поедут же и к енотам же едут уже из Чехии даже были, там из Германии, со Швеции были. Но и Россия-то тоже едет потихоньку, так что у нас тут пое место. И за Морозом мы тоже сюда к себе призываем, зазываем и нас мы его посадим. Ребятки, нужен Дед Мороз нам на полуволонтерской основе, так скажем. Костюм есть. Нужен человек, кого нарядить у Деда Мороза. Цель есть. Время еще есть, главное все организовать. Начинаем работать. Да, все будет тут сиять, блестеть. Будет, наверное, гирлянд много. Машина будет мигать, петь. Сверху чемоданы можно поставить, да? Да, что машина собирается мигать. Поехала с подарками, да, чемоданы с подарками. Как я хотела, я же вот чемоданы хотела, и вот так их обвязать, она едет куда-то, да? Ну, будем думать. Да. Было интересно и весело. Взрослым интересно и детям весело. Сейчас начнут писать, что это продавала же, продавала. Короче, продавала, продавала, и что-то меня опять жаба задушила, я вам скажу честно. Покупатель находится, я это, я передумываю и думаю, у меня мысли, такая корова нужна самому. Ну, в общем, все же торгуются, да? И, если честно, еще сказать, сейчас не самое подходящее время землю продавать. Здесь, да, тропа сказочная, да, туда территория большая, виды красивые. Баба-яги, колодец желаний. Колодец желаний, как и было, да. А дерево желаний будем делать? Я вот хотела вон из той ивы, но вот она пропала, но там нарастает. Дерево желаний, наверное, пусть люди будут писать. Нет, ленточки привязывать. Да. Можно вот из этой березы, пойдемте, две секунды. А когда будет желаний, мы туда... Монетки кидать. Да, мы тут что-то сделаем, что напишем людям пожелания на Новый год. А, они кидают и достают туда, да? Вот эти вот пальмы, вот я решила, кстати, сейчас стригу, решила их это обстричь, все-таки сделать красиво будет, северная пальма, и тоже гирляндой обмотаем. А вот та береза стоит, вот это место, кстати, как раз можно сделать дерево желаний, да? Да, можно и здесь сделать, подумаем, как все будет, что-то поинтереснее будет. А может мы там пирожки будем или шашлыки печь? Печь? Ну да, посмотрим, какая погода. А у тебя же там этот... На мангале? На мангале? А, шашлыки? А, точно. Короче, мы сейчас это, я выложу, и все сразу базы отдыха, все идеи наши перехватят. И в каждой базе отдыха будет, как с енотами же, так же получилось, все сразу нахватали енотов. Вот, и на каждой базе отдыха будет в округе резиденция Деда Мороза. Ну, у каждого она своя. Ну да, 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 Деда Морозов хватит на всех. Да, Деда Морозов хватит на всех. Вот, ну нет, вход, конечно же, будет платный у нас, да? Ну, конечно, мы же должны... Да, да, затрат много будет. Затрат будет очень много, хочется сделать что-то прям такое интересное. Вход будет платный, но это все, конечно, еще будем продумывать, просчитывать. Горка будет, да? Конечно, будет горка. Вот уже почти готовы колодец желаний. Угу. Мы туда... Немножко реставрируем его. Да. Вот, баба-яга, домик немножко спряталась, но все, наладится. Почели. Угу. Зимний пруд. Вот туда енотов на коньках, да, вот таких бы сделать, чтобы понять, потом катаются. Коньки к кино там привяжем, если пустим его. Вы живым? Конечно. Ой, я не могу. Да. Зимний огород. А, как вы говорили, там этот, что-то там 12 месяцев или что-то? А, поляна 12 месяцев. Поляна 12 месяцев. А туда что? Искусственные цветы, корзинка и кого-то надо этих же садить кого-то, да? Чтобы они там сидели. Ну, наверное, надо смотреть, что там в поляне. В поляне же горит костер, корзинка с цветами. И 12 месяцев. Месяцы можно нарисовать, на окна расклеить. 12. А, и квест сделать, да? Найди все 12 месяцев и получи приз. Можно и так. Да? Да. Вот, точно. По территории прям, по всей. Если кому-то заинтересовало, может кто-то еще что-то подскажет нам. А, ребята, да, пишите идеи, что можно. В комментариях пишите, что можно придумать на резиденцию Деда Мороза. Ну, людям интересно, что хочется увидеть. Ну, метание валенком будем делать? Нет, метание не будем делать. А топором? Топором тоже не будем делать. Топором, тем более, а что? Таких не будем зимних забав делать? Может, сделаем для детей. Если занять мастер-класс небольшой, снежинки или еще что-то, ну, надо подумать. Надо так, чтобы дети были заняты, не разочаровались в посещении. Родители не сильно напрягались, если дети не понравятся им. Да, ну, как не понравятся. Дед Мороз будет, горка будет, подарки будут, чай, пирожки, конфеты, там, какие-то сладости, не знаю, да? Попкорн настряпаем. Попкорн настряпаем, да. Да, будем привлекать участников. Ну, тоже не бесплатно уже, да? Кто хочет поучаствовать, из местных многие же смотрят, да? Кто чем занимается, с поделками, рукоделием каким-то, да? То есть, как у нас на день открытых дверей, но я всех бесплатно пускала. Девочки тут зарабатывали. Я, как бы, не брала за аренду, за вот это все, но на Новый год будем делать, потому что у нас и затраты, и Светлана Валентиновна свою организацию сюда полностью, как бы, подключает. А как называется? Некоммерческая организация, благое дело. Вот. Поэтому мы будем вместе. А в планах у вас здание какое там реставрировать, под что делать? В планах у нас, ну, в планах у нас, когда построят в селе новую больницу, старую поликлинику передадут некоммерческой организации. В планах у нас там сделать парикмахерскую, буфет, аптеку. Хостел? Ну, хостел. Недорогой, да? Большой, да, недорогой. Бывает, что предковременно пребывание где-то людям надо пережить. Недорого, да, чтобы было. Ну, да, конечно. Чтобы не вот эти базы отдыха, да, чтобы подешить. Она же социальная, поэтому, конечно, тут брать денег можно. Символически, да, 200-300 рублей, да, за ночь где-то так. Что-то еще будет. Вот, мы думали-думали и решили, что сдавать под жилье этот домик мы не будем. Ну, продавать, продавать я уже сказала, да, сдавать я же хотела, там уже и приготовила все. Но лучше мы сделаем вот что-то такое. То есть у нас усадьба будет музей, усадьба музея после Нового года. То есть тоже можно будет и посещение также и к енотам, и здесь. Если денег заработаем, так и продолжим дальше. Дальше, да. Что-то совершенствуется, что-то подкопится, чтобы было интересно. Обустроиться, благоустроиться все это. Но все это, конечно, нужно денег, и поэтому... И чтобы людям было хорошо и нам. А вот это здание у вас уже на подходе, да, получается? Вот что нам возят, пойдемте посмотрим. Ну, не совсем на подходе. Нет? Это будет, наверное, март-апрель, возможно. О, ну так это уже вот-вот. Это же не пять лет. Следующего года? Следующего, ну, весна уже все. Вот это то, что нам ров засыпают сейчас, ездят, возят, это разбирают, да, стационар. Больницу разбирают, на ее месте построят новую, а поликлинику переведут, где сейчас поликлиника, переведут в новую, а это здание вам отдадут, получается, правильно? Вот. И делают нам хорошее дело канаву эту, засыпают и ровняют, чтобы вон тот дом не уехал соседский, и мы чтобы не рухнули никуда. Ну, мы не рухнем. Большой рожь, подмывает всегда дожди, а сейчас вот, да, будут засыпать, и оно за счет этого, конечно, удержится. Ну, это нормально, это хорошо, что вот, может, еще что-то тут разобрать в деревне придется. Прям нормально уже навозили. Думаем, будем строить. А до каонка грейдер это все сгребет, это куча уже такие большие. Ну, отсюда разгребет, конечно. Вот эти вот бревна, лиственница лежит, я про них говорила. Их туда затащить, их на что-то поставить, типа пройти по бревну можно, вот, что сделать. Где там будет этот домик коряжный, или поставить их, тарзанку на них. А, они же коряжные, их можно поставить и залезть, и типа, кто выше, там вот есть же вот это. Нет, так не надо. Зимой не надо, да, скользко, рухнут. Предъявят такой. Ну, да, да, да. Не надо. Будет получать. А, вместе. Короче, остатки роз, их надо уже высаживать. Мне уже некуда, у Светланы Валентиновны есть место и желание с розами. Ну, вот здесь надо будет тогда площадку от снега подчищать тогда. Как грейдер будет ходить, да, вы ему это... Да, конечно. Чтобы не завалило. А то потом за раз-то завалит, он же каменный становится, снег этот. Ну, как начинал ходить, я, конечно, скажу. Подчищал, чтобы. Ну, все, ладно. Ну, все, ладно. Ну, все, ладно. Здравствуйте. Енотам? Пойдемте. Это Джонни. Сторож. Сторож Джонни. Все дороги ведут к енотам. Заходите. Воруют здесь только еноты. Если енот заберет, назад уже никак. Да, лучше оставить здесь. Очки тоже в голову. Если они у вас... Так, стаканчик держите с угощением. Сторожните нотико под пальчиками. Ой, это, например, это шашка. Они берут лапками. Лазить по спинке, по голове. Они не любят, когда их пробуют. Ну, не бегать, не догонять, не хватать. Можно там присаживаться на лавочке. Они залазят на руки. Телефон взяли. Да. Заходим быстренько, чтобы они не бескочили. Ой, ты классная. Можно тебя поговорить? По спине. По спине. А, по спине. Да, по животу, по спине они видят массаж. Я все перекупал. Привет. Мать, привет. В природе они хищники млекопитающие. Мелкие всякие ракообразные. Улиточки, червячки, жучки, птичьи гнезда разоряют яйца. Собирают птичек маленьких, грызунов мелких. И при этом ягоды, орехи. Тоже любят. Ну, здесь я их кормлю собачий корм. Собачий корм, да. И креветки, орехи, фрукты, бананы любят. Там все в глаза. Да, да, да. Иди вот сюда, залазь на ней. Ай, молодец. Она-то сразу на контакт пошла. Он прям это... Разнюхал сначала. Можно тебе доверять или нет? Ага, ага, вот так заманивай на себя. Интересно, ребята. Какие вы интересные. Завис, завис. О, какой весомый. Они очень тяжелые. Он весистый прям такие. Больше 15 килограмм. Ну да, я чувствую. Так он так еще берет, интересно. Вот прям трык. Ага. Он же внутри, несмотря на свой вес, он так аккуратно слазит, залазит. Друзья, нет панчинки. Давай, ты сможешь. Ты сможешь. Еще чуть-чуть. Обстригла свои пальмы. Спрашивали, кстати, показать, которые постарше, под первым видео, когда я их плела. Вот этим пальмам уже получается 4 года. Да? 4 года. Ну и вот так они выглядят. В этом году я их только весной стригла. И вот сейчас. Такие прутики были. Вот такие были, когда я их садила по толщине. Какие-то засохли, какие-то прижились. Но вот те, которые прижились, они вот так утолщаются. В принципе, мне нравится. Какая пальмочка. И зимой красиво стоит. Вид создает вертикальный. Инсталляция вертикальная. Здесь ничего такого у меня нет особо. Но вот зимой намотаем гирлянды на них. Красиво будет. Прошлой зимой делала мишуру просто на них. Настригла много, конечно. Хочется, конечно, начеренковать. Но может навтыкаю. Не знаю, что проживется. Тут у меня агавы живые растут. Привезенные пальмы, кстати, погибли. Которые я привозила. А вот агавы ничего. Нормально. Но я их занесу, конечно, к енотам на зиму. А весной опять вынесу. Одна такая, одна вот такая. А тут вот пальма. Остаток. Не знаю, будет с нее что-то или нет. Он ее выдвигает попой. Отодвигает, видишь. А она лапой берет кастрюлю и оттягивает. То есть у каждого своя система. Ну что, не дает нужды. Сейчас попьет он. Ну дай хоть так, говорит. Ну что, пьет сейчас? Что за зубистик? Она тоже такая потрогала. Обычно Дуся первая. Но тут вот кто успел. Она сейчас у него заберет. Пусла обиделась, что ли, ты? Ну я, я так пойду, там попью. Ладно, я так попью. Ладно, я так пойду.